Борис Герман остается под стражей. Такое решение принял апелляционный суд столицы. Почему защита требовала смягчить меру пресечения главному подозреваемому в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, расскажет Александр Васильченко. Апелляционный суд Киева. Вместе с журналистами начало заседания ждут родственники подозреваемого Бориса Германа. С прессой общаться отказываются. Ничего не буду говорить без адвоката. Слушание начинает с ходатайства адвокатов. Просят смягчить меру пресечения. Утверждают у подозреваемого проблемы со здоровьем и задерживали его с нарушением закона. В своей невиновности судей пытался убедить и сам Герман. Он заявил, что сотрудничал с сотрудником контрразведки, хотя фамилии его не знает. Рассказал ей о пресловутом списке на ликвидацию, но Бабченко, по его словам, там не было. Все обвинения в свой адрес Герман отрицает. К тому же, где нет офшорных компаний, счетов и денег за границей. Бежать у меня нету. У меня нет никаких очевидных правильных следствий. И быть не может. И я не идиот. Хотя бы меня пристоять в этой судебной разбирательности. Ну вот прокуроры считают, обвинения против Германа обоснованы. И что касается смягчения меры пресечения, они категорически против. Ведь статья тяжкая. Проведя 20 минут в совещательной комнате, судей выносит решение. Ходатайство адвоката поставить без удовлетворения. Обвиняемый пробудет под стражей до конца июля. Тем временем в Генпрокуратуре сообщили, по делу Бабченко задержали еще одного подозреваемого, который причастен к организации преступлений. Александр Васильченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер.